Не жалко, это же одна рамка, а другое дело, типа, призывать к этому или требовать. А я не требую, я сказал, что мы можем иногда промахиваться. Да, ну, мне кажется, правильно эту рамку изначально сказал, что типа, я не специалист в этом. Но я говорю, что я не расстраиваюсь, ты же меня как у человека спросил, я не расстраиваюсь, когда мы промахиваемся. Ну, окей, да, нет, понятно, это все, это ясно, да. Вот знаешь, у Крымских летар, мы же пережили депортацию, и когда мы были в местах депортации, мне покойный дедушка рассказывал, они были еще, ну, относительно детьми, подростками, и умирает Сталин. Ну, и на улице вот этот чисто северокорейский какой-то рев, люди плачут, вот эта вся показуха, по радио все плачут, везде все плачут, в коллективах все показательно плачут, ну, татары тоже тихонечко, вернее, татары тоже на вид плакали, крымские татары депортированы, приходили домой и радовались втихаря. Почему? Потому что всегда радостно, когда с плохими людьми что-то случается плохое, и с плохими государственными и государственными начальниками, поэтому, ну, я так устроен. Смотри, я думаю, просто тут как бы можно не перегибать полку. А то, что я же не государственный деятель, я не предлагаю там кому-то официальных лиц призывать к убиванию, я вообще сижу с человеком в одной комнате, который в России опасным преступником. Это понятно, да, ну, мы же не хотим, чтобы нас по итогу забанили и твой канал, и все это за эти вещи, как бы поэтому, мы в любом случае должны поправку на это делать. Суждение, ну, вот я считаю, что правильное суждение, вот Алексей в комментариях говорит, нельзя уподобаться противнику, выгоднее снести военку, чем кошмарить мир их, это отравление победой, его дети будут черпать полной ложкой. То есть, понимаешь, мне кажется, что это, ну, это правильное осуждение в том плане, что мы действительно, если мы не будем держать вот эту рамку и уберегать себя от рессентимента отравляющего, то с нами произойдет то же самое, что произошло с русскими, которые помешались на 9 мая, как бы на величии там Российской империи, имея все условия для того, чтобы жить в самых лучших условиях в своей истории, ну, потому что никогда такого вот совпадения факторов не было, чтобы у них в экономике вот все перло там, да, и имеете сумасшедшие цены на газ, нефть и все остальное. Они свалились вот в это безумие по поводу того, чтобы отомстить там кому-то что-то, как бы там, да, соревноваться со штатами, там, уничтожать Украину, потому что вот там какой-то мифический бандера выпался с какой-то могилы, которую они там бегали по Черниговской области, реально искали, приходили, спрашивали там. Тут учитывая, что уже пробки на Крымском мосту начались, я думаю, что вообще сезон там закончен, они там перепуганные все должны быть и достаточно ударов, которые есть по военным объектам для того, чтобы эти люди, ну, в целом, на них произведен был тот самый пропагандистский эффект, о котором ты говоришь. Тем более я тоже не специалист военной пропаганды, я, допустим, не знаю, как его производить в нужной степени. Я общаюсь с крымчанами и с людьми, которые общаются с крымчанами, но там абсолютная истерика, паника, и мне, конечно, приятно. Там выбило окна в какой-то многоэтажке, которая возле этой Новофедоровки, ну, возле этого аэродрома, и там все очень переживают, и дети бегают к этому дому посмотреть на выбитые окна, это как местная достопримечательность. Ну, смотри, ну, честно, вот я эти края, я там много лет жил, у меня много воспоминаний связано и с Саками, и с Новофедоровкой, и с Симферополем, и я тебе могу сказать, что, ты знаешь, вот я сегодня там несколько часов до эфира об этом думал, когда новость появилась, да, я не испытываю никакого сожаления по поводу того, что с ними происходит, по поводу этого страха, по поводу всего, потому что я видел в 2014 году, когда я вынужденно из Крыма выезжал и убегал, как эти сволочи радовались приходу вот этой аннексии, вот этой, как эти твари ее называют, русской весне и всему остальному. Я, кстати, понимаю, у меня в Крыму точно так же, да. Но я тогда, коль на них смотрел, у меня было желание, чтобы они все сдохли, желательно на моих глазах, я ничего не могу, если ты мне будешь задавать вопросы про Крым, я буду отвечать на них эмоционально, потому что я реально этим людям ничего хорошего не желаю, пусть живут в страхе и отчаянии. Вот Наталка Полтавка пишет, это тоже одно суждение, уже вот в пользу Сияра там, да, как вы думаете, Харьков уничтожает люди с какими лицами? Наверное, у них тоже лица милые, семьи у них нормальные, детишки, да. И вот это же вот и есть реальность войны, когда люди, которые нажимают на вот эти кнопки, каждую ночь по Николаеву, по Харькову, по Херсону, по Киеву в том числе, в Киев же тоже прилетают. Вот, собственно говоря, вот я всегда сидел и думал, вот что, о чем эти люди думают там, да, вот… Вот летчик. Да, вот летчик, который из Беларуси залетал, помнишь переговоры, что мы отбомбили все хорошего там, типа, как бы, он садится, приходит домой вечером к жене, там обнимает, там ее целует, занимается сексом, там еще детишек по головке гладит, а где-то какая-то девочка Лиза очередная, она… Потеряла маму. Потеряла маму. Или мама дочь. Или мама потеряла дочку, там, да. Вот, и это, ну это тоже прощать нельзя. И это ж не бурят с телевизором, украденным из бучи. Это человек с высшим образованием, с определенным уровнем среднем доходов, это далеко не человек, который будет красть телевизоры или холодильники ввиду бедности, как вот буряты. Да, это человек, который закончил какое-то высшее военное училище, как я понимаю. Вот и летчик, у него офицерское звание, у него офицерская зарплата, там, несколько тысяч долларов, у него есть какое-то служебное жилье или ему дали уже полноценную квартиру в каком-то городе, не в селе. Ну, то есть, это средний класс. Вот, ну, как так может быть? Ну, это ж нонсенс. Поэтому, смотрите, если мы будем со мной вообще сейчас или впредь говорить на тему Крыма, для меня больная тема, я сразу вам говорю, что у меня на все вопросы будут отношения, ответы сквозь призму, чтоб они все сдохли. Ну, я ничего не могу с собой сделать. Вот. Вот.